Именем России Стоять всем! Пошел следующий, следующий Приговорил, приговорил, приговорил Пошли, пошли Первый тюремный замок в Солилецке Был построен еще по указу Екатерины II И уже тогда здесь была пожизненная каторга И сегодня, мимо этого черного дельфина Давшего название современной колонии особого режима Проводят тех, кто осужден на всю оставшуюся жизнь Приговоренный Черный дельфин Фильм первый Сейчас по коридору ИК-6 Ведут заключенного Которого мы снимали 10 лет тому назад После того, как он совершил страшное преступление Нагорный Евгений Олегович 1972 года рождения Создал устойчивую вооруженную банду В целях нападения на граждан Разбой Сопряженное с насилием хищения чужого имущества Убил 5 человек Склонен к самоубийству и побегу Вам до этого приходилось бывать в других колониях? Нет, впервые По вашему ощущению Режим здесь очень суровый? Или все-таки можно Терпеть Мне как человеку с волей Впервые попавшему В такое заведение Конечно Суровым Кажется Очень суровым Я же не могу не передвигаться без наручников Кроме камеры Так только по команде Все строго по команде Ограничен В свиданиях В передачах Очень строгий Конечно А вы осознаете, что это будет На протяжении Многих-многих лет? Возможно, осознаю в некоторой степени Но чисто психологически Стараюсь Подальше задвинуть это все Слишком Не принимать Потому что иначе Еще тяжелее А вот то, что вы сделали Вы тоже отодвинули Из своей памяти Или что-то вспоминаете Я на суде Говорил И в принципе Остался На том же Что Я не совершал Того, что Чем обвинял То есть как это? Как это вы ничего не совершали? Я знакомился с материалами вашего дела Смотрел видеозаписи Сделанные во время следствия Даже приезжал ваш автосервис Это было 10 лет назад Прошло уже много времени Но здесь и сегодня Чувствуется присутствие смерти В этом гараже творилось такое Что невозможно представить 9 февраля 1998 года Около 9 часов утра Константин Хигрин Вместе с женой Выехали на встречу с человеком Которому собирались продать Джип Гранд Чиропи Я даже толком не знал Откровенно Где у них встречи назначены И где Потом уже Звонил с работы Несколько раз Жене Я говорю Костя вернулся? Нет, не вернулся Говорит еще я Вечером я приехал Уже Да, 7-8 часов Все нет и нет Я стал звонить Во-первых По знакомому Сыну старшему позвонил Позвонил Все что Молчев говорил Как, куда едет Потому что Потом стал уже конечно В ГАИ звонить В больницу Несчастный случай Узнавать Не случилось ли что-нибудь Мне все говорили Нет, 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 нет Немножко предыстория Я хочу сказать Значит Так как Я уже сказал Он продавал Машину друга А тот уехал Буквально 6 февраля В Америку Улетел Тогда оставил ему доверенность На продажу Этой машины И вот 9 числа Значит Они договорились Ну и утром Где-то часов Всю ночь не спал Естественно Ни жена Ни я Утром Часов 7-8 утра Я уже полетел В отдел Внутренних дел Филий Давыдкова Где написал заявление О пропаже Сына и жены его Да И вот После этого Там начали Они раскручивать Но поиски Супругов Не принесли Никаких результатов Они словно В воду Канули В начале Апреля Белости пропал На своей Автомашине Мерседес 280 Гражданин Степанов Проживающий На территории Восточного Округа Москвы Когда Значит Анализировали Обстоятельства Этого преступления Нашли Аналогичный Случай Который был В январе Месяце Безости Пропали По-моему В начале Февраля Безости Пропали Супруги Хигрины Обстоятельства Значит Обоих Преступлений Были Аналогичны В том Что В обоих Эпизодах Пропавшие Продавали Свои машины Через газету Из рук В руки Давали Там Объявления Начали Искать Другие Аналогичные Эпизоды И тут Через два Дня После Степанова Безости Пропадают Кутепов И Лапин Жители Солнцева Которые Также Поехали Продавать Свой автомобиль Поместив Объявления В газету Из рук В руки И уже На тот момент Когда пропали Лапины Кутепов Был найден Еще Один эпизод В Москве Тоже В Восточном Округе Безости Пропал Сбандут Валерий С автомашиной Ауди А6 Который Также Давал Объявления В газету Из рук В руки Отец Хигрина Составил Фоторобот Поскольку Он присутствовал На встрече Пропавших С покупателя Робот Составленный Отцом Константина Хигрина Сравнили С фотороботами Составленными Свидетелями Двух других Аналогичных Преступлений Все они Оказались Практически Идентичными Оперативники Обратили Внимание Что никто Из пропавших Людей Не принял Мер Предосторожности Почему Будущим Жертвам Встречи Назначали Вот здесь Возле Казино Гранд Преступники Знали Что бабочки Летят На огонь И выбирали Для встреч Известные Престижные Места Это потом Увозить их В неизвестность Лапин Автостоянки Авторемонтные Мастерские И они Отрабатывали Следующим Обратом Там Осматривалась Прилежащая Территория На предмет Обнаружения Валяющихся Запчастей Через Местное отделение Милиции Проверялась Благонадежность Этих Автосервисов Скрыто Визуально Делали Внутренний Осмотр Для того Чтобы Установить Помимо Этого Мы Через Наше Управление РМВД И Совместно С коллегами Служб безопасности Билайна Установили Мобильный Телефон Сотовой Связи С которого Хигрин За день до исчезновения В 19.00 Когда была назначена встреча Звонил Человек В это время В управление Внутренних дел Подмосковного Города Домодедова Пришла жена Еще одного Исчезнувшего Человека И сообщила Номер Теперь уже Московского Телефона 356 70 54 Именно С этого Номера Звонил Человек Представившийся Покупателем Выявленный Номер Телефона Привел Вот сюда В автосервис По адресу Проектируемый Проезд Номер 8 Евгений Нагорный 1972 Года Рождения Владелец Автосервиса Его портрет Полностью Совпадал С фотороботом О преступлениях Говорите Когда-нибудь Кому что нравится Если у кого-то Романтика Об этом Если кто-то Рассказывает Как вот По малолетке Или еще что-то Да мне Собственно Рассказать нечего Я-то этой жизнью не жил Собственно Мне нечего И рассказать Учился Служил в армии После армии Пришел Восстановился В институте Пришлось бросить Перестройка Когда я увидел Что Закончивший Институт В арке Торгует Сникерсами Для себя Перспективы Не увидел На тот момент Думал Если необходимость Возникли Всегда продолжил Учиться Пошел Работать И вот Так До работал До пожили Но это ведь Начало 90-х Вообще было Крутое время Многие Кинулись А вы Как хоть Заработать Что называется Ну в том числе И При участии Разных Банформирования Вообще Вы как Восприняли Эту Жизнь Резкую Перемену Она По вам Больно Ударила Вообще Да Так же Наверное Как и Любой Человек Хочешь Не хочешь А Нужно Учитывать Изменения В жизни Хочешь Не хочешь Приходилось Как-то Контактировать С лицами Ведущими Не совсем Законопослушный Образ Жизни А куда Одеваться Тем более Работа моя Была связана С ремонтом автомобилей А автомобили Это всегда Где-то там Ближе К несоблюдению Закона Обращались Переварить Монер Кузова Я же Работал Руками Понимаете Я же Не участвовал Никакой Банди Там Нигде Не являлся Ниаким Вы считаете Что вы Совершенно Безвинно Находите Здесь Да Знаете Как в аварии Когда Две машины Столкнулись Там нет права Нет виноватого Один виноват В том Что Нарушил Правила Дорожного Движения И Совершил ДТП А второй Виноват В том Что не смог Предвидеть Вот этого Глупого человека Который нарушил И смог Подставить Своё участие В убийствах Нагорный отрицок Мы решили Узнать мнение Прокурора Может каким-то образом Он же боится Даже здесь Как-то это Афишировать Пытаться Говорить Что он не Причастен Ко всему этому Ну вы понимаете Ну он так Свою защиту Я Ну что Простей Он как бы Защиту свою Поставил Чтобы как бы Было это Преступление Но однако Что-то Не он Но Но по доказательствам Чётко всё Закреплено Что именно Нагорный совершил Все эти преступления И сомнений у суда Действительно Никаких не было У прокурора Не было Ни малейших Сомнений В виновности Нагорного В вынесенном По касационной Жалобе Определение Судебной коллегии По уголовным делам Верховного суда Также подчеркивается Наказание Назначенное Осуждённому С учётом Общественной Опасности Всех обстоятельств Дела И данных Характеризующих Его личность Является Справедливым Когда я Принял Дело К производству То у нас Сложилась Такая ситуация Что Один из обвиняемых Пытался Покончить Жизнь самоубийством После того Как его задержали Поместили В помещение И оставили Одного Этим Обвиняемым Был Сергей Старицкий 1977 Года Рождения Студент Через Некоторое Время В больнице Его Восстановили Органы Не были Поражены И Значит Мы поняли Что Этот человек Вначале У нас Не было Никаких Показаний Мы поняли Что Этот человек Очевидно Тот Кто Первый Даст Показания Следователь Оказался Прав Старицкий Стал давать Показания Сергей Михайлович Покажите Значит Где Находится Значит Ангар Отдоследствия В котором Вы совершали Убийство Убийство Ну прямо Рукой Покажите В каком месте Были убиты Те люди О которых Мы уже Говорили Вот Двух Минут Значит Пройдите И встаньте На то место То есть Убийство Убийство В одном В одном Том же Месте Убийство Минут Минут Рокоховский Он нам Показал В гараже После чего Мы Ударили его Несколько раз По голове Молотком И пригнали Относим сюда А когда Это было После Нового года В январе Месяц Сейчас Не спешите Это Вход Попал Да? Ну да Так Оружие Где хранилось? Там Внизу В сейфе Есть Кто А где Хранилось Оружие То Какое Оружие Они Стреляли Сзади В затылок А потом Сбрасывали Трупы Сюда В канализационный Колодец В ходе Проведенных Работ Был Извлечен Труп Мужчина Который Препрещен Зачат Рязан Нагорным И Ставицким Будут Убиты 11 Человек Значит У колодца Бедные Часть Тела Людей Расскажите Как была убита Эта женщина С кем она приехала Как был Был убит Второй человек Она приехала На Жит Такой Чёрный Гран-широс Как она Убития Не было И не видел Что без меня Хозяин Машины Как я говорил Я застрелил Куда вы Ходили вы В голову В какую часть Голова В заднюю Так Поскольку Женщина Была убита Что вы знаете О её смерти Сколько Женщина Женщина Нагорна Он уже Завершил Московский Городской Суд 9 апреля 99 Года Евгений Нагорный Приговорён К пожизненному Тюремному Заключению Сергею Ставицкому Суд Назначил Принудительное Медицинское Лечение В закрытом Психиатрическом Учреждении Нагорный Абсолютно Не Не раскаялся Абсолютно Не раскаялся В своих делах Я хотел Вот на суде Нагорного Спросить Ну сколько Ты планировал Бо этим Заниматься Сколько Вот и так Планировал Бо этим Заниматься Как вот В голове У тебя Всё укладывается Сегодня Нагорный Отрицает Даже Свои первые Признательные Показания Вы считаете Совершенно Непричастным Конечно Совершенно Нельзя сказать Потому что Я был знаком С теми Кто Возможно Всё это И сделал Может и Их знакомые Это сделали Я же не знаю У меня был Обширный круг Знакомых Ко мне приезжали Очень многие Обращались За той или иной Помощь В этой колонне Существует Возможность Работать Вы что Делаете Непосредственно На этом Местном Производстве В настоящее время Занят на Производстве Попошил Теперь Эти Тапочки Нагорному Придётся Шить До конца Своей жизни Кроме домашних Тапочек Здесь же у нас Есть образец Спортивные обуви С дельфинчиком Товарный знак На подуши Фирмы Пожалуйста Можете Посмотреть На язычке Вот он Есть На петке Вот есть В пошивочном Цехе ИК Номер 6 Работают Многие Заключённые Но Никакой Ударный Стахановский Труд Не изменит Пожизненного Приговора Тогда 10 лет назад Мы так Заканчивали Наш фильм Этими же кадрами Мы хотим Закончить Его И сегодня За 3,5 месяца Здесь было убито 11 человек Вдумайтесь в эти цифры Убивали по человеку В неделю И это сделали не какие-то маньяки А люди Которым были просто Нужны Деньги Прошло много лет Но до сих пор сюда Приносят Цветы Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова